В Дагестане активно набирает обороты всероссийская диспансеризация населения. 67 медицинских организаций по всей республике уже начали свою работу. В этом году люди участвуют активнее, во многом благодаря нововведению. Теперь прийти на осмотр и сдать анализы можно в субботу, а также вечером в будние дни. Подробнее о том, зачем нужна диспансеризация и как легче ее пройти в сюжете Карина Баталовой. Онкология, сахарный диабет, туберкулез. Эти заболевания звучат как приговор, но только не в случае своевременной диагностики. Теперь, согласно новому приказу Минздрава, россиянам старше 40 лет диспансеризацию можно проходить каждый год. Для этого не нужно иметь какие-либо поводы, жалобы, симптомы. Главная задача – найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается. Мы выявляли онкологию на ранних стадиях. Мы выявляли… Не беспокоило это дело. Особенно у женщин, то, что связано с молочной железой. Мы же обследуем женщин. Мы их обязательно должны осматриваем, приглашаем на осмотр. Их не беспокоило. В этом году по всему Дагестану диспансеризацией будет охвачено около полумиллиона человек. За пять месяцев комплексный осмотр уже прошли около 180 тысяч дагестанцев. При этом у 129 из них обнаружены злокачественные новообразования. У больше 8 тысяч обратившихся ишемическая болезнь сердца. А у 362 пациентов выявлен сахарный диабет. Это люди, которые и не подозревали о серьезности своего состояния и не получали соответствующего лечения. Каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье и считая, что ежегодно должен каждый человек проходить диспансеризацию. Надо проводить профилактику. Не тогда приходить к врачу, когда уже процесс пошел, а предотвратить. Благодаря появлению системы электронной записи теперь в поликлиниках минимизировались очереди. Прийти на прием можно, выбрав любое удобное время. Достаточно зарегистрироваться через портал или позвонить в поликлинику по месту регистрации. После работы очень удобно пройти диспансеризацию и много времени не занимает. Потому что нет много людей. Кто может приходить, приходит днем, рабочее время. А кто не может, пожалуйста, никаких проблем нет. Ждала я примерно, наверное, две минуты и все. И прошло свое время. Очереди были небольшие. Я сделаю флюорографию, общий анализ мочи, крови и биохимический анализ. Все анализы, включенные в перечень диспансеризации, бесплатные. Специалисты советуют дагестанцам не откладывать в долгий ящик визит к врачу, даже если ничего не беспокоит. Как показывает практика, на диспансеризацию уходит совсем немного времени, а польза для здоровья жизни может быть колоссальной.